Не так много времени осталось до начала отопительного сезона. Как только в течение нескольких дней среднесуточная температура будет держаться ниже 8 градусов, то по сетям подадут тепло. В Черкесске подготовка к новому осенне-зимнему периоду стартовала сразу по окончании прошлого в конце весны. О том, что было сделано в городе для беспроблемного прохождения холодов, репортажи корреспондента Артура Мхце. Это котел греет, но тут подмешивается еще обратная вода и доходит где-то 61,5, ну к 62 градусам. Представитель тепловых сетей Черкеска рассказывает о специфике подачи нагретой воды по трубам. 23-я городская котельная обслуживает более 150 потребителей на территории от улицы Балахонова до нескольких бывших общежитий по Гутикулова. А это десятки многоквартирных домов, торговые организации, объекты различного назначения. И чтобы во время осенне-зимнего периода люди не чувствовали дискомфорта, ресурсоснабжающая компания задолго до наступления холодов тщательно проверяет все имеющееся оборудование. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду были выполнены мероприятия по подготовке основного оборудования. Это 69 водогрейных котлов. Подготовлена 21 котельная, находящаяся в эксплуатации тепловые сети. А также выполнены промывки и гидравлические испытания наружных сетей теплоснабжения 69,340 километров. Кроме того, в региональной столице в рамках капитального ремонта были заменены несколько сотен погонных метров труб. Работа по обновлению сетей проходила в районе Центрального парка по улице Красноармейской, а также по Фрунзе и Грибоедово. Многих людей интересует, когда же начнётся отопительный сезон. Существует порядок, по которому в течение пяти дней среднесуточная температура должна быть ниже плюс 8 градусов. При этом в случае возникшей неисправности необходимо обращаться в ту организацию, в ведении которой находятся коммуникации. В случае нарушения в теплоснабжении, либо в горячем водоснабжении внутри дома, собственникам помещения необходимо первостепенно обращаться в управляющую компанию, поскольку они занимаются обслуживанием внутридомовых сетей. А если уже вина не на внутридомовых сетях, а именно на наружных, тогда уже необходимо обращаться в тепловые сети. У нас работает круглосуточная аварийно-диспетчерская служба. Номера телефонов 28 22 83, 28 22 42. Артур Махцер, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Последние годы по всей России развернулись масштабные работы по благоустройству территории. За это время по программе отремонтировано в Черкесске порядка 75 дворов. В этом году эта работа проделана 15. Мониторинг провели члены регионального штаба Народного фронта в Карачаево-Черкесии. Вместе с ними на часть объектов выехала и наша съемочная группа Альбина Ламкова. Убедилась в качестве проделанных работ. Мы находимся на Октябрьской 370. Двор благоустраивается в этом году, в 22-м. Вот сток воды в дом. Почему не сделать вот эти лотки, не сделать вот здесь сразу, чтобы они работали. Сейчас они находятся в стороне и работают только для того дождя, который падает туда. Можно оскользнуться и упасть. То мы спокойно берем. И видите, отверстия пустые. Должны быть еще такие сцепки у нее. То есть они здесь еще экономят. Детские площадки могут быть разные. Но требования для всей страны должны быть едины. Несмотря на очевидную опасность и запрет, устанавливают во дворах вот такие качели. Их в народе называют качели-убийцы из-за жесткой сцепки. Хотя по конструкции она должна соединяться тросом, цепью или веревкой. Не нужно быть специалистом, чтобы увидеть реальный результат работы строителей. Недочеты бросаются в глаза, говорит Денис Струговцов. Конечно, свежий ремонт радует. Но, к сожалению, недостатки видны не заходя во двор. Асфальтовое покрытие, не уложенное достаточным количеством смола. Еще один минус. Видите, вот наружу щебень, что к последствии приведет к таким дефектам, как выкрашивание сначала, а затем уже и к выбоинам. То есть здесь появятся ямы. В следующем дворе по улице Космонавтов 52 столько же погрешностей после ремонта. Акт был составлен и указанных в нем позиций не меньше, чем на предыдущем объекте. Они сильно раскачивались. Мы направили сразу письмо и приложили вот такие вот замечания к этому письму. Ответ получили, что это будет исправлено. И, видимо, вот эти работы – это по исправлению наших замечаний. Важным аспектом программы благоустройства дворов является формирование удобных и востребованных людьми общественных пространств. К сожалению, и этот момент вызвал недовольство жильцов по улице Космонавтов 52. Функциональная зона полезной площади использования дворовой территории уже спроектирована и реализована. И этот факт не исправить. Теперь остается ждать, что указанные в акте недостатки будут устранены. Алибина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Карачаево-Черкесии проводятся оперативно-профилактические мероприятия в сфере безопасности оказания услуг туристам. Выявлено 97 административных правонарушений. В ходе рейдов сотрудники полиции обращают особое внимание на техническое состояние транспортных средств, повышенные проходимости, задействованных в пассажирских перевозках по пересеченной местности. Также автомобили, в конструкцию которых внесены изменения без разрешения ГИБДД. Наличие у них необходимой документации и соблюдение водителями требований ПДД. На базе Центра детского развития IQ Kids в Черкесске был реализован социальный проект в помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Все занятия проводились на бесплатной основе. В чем основная суть проекта? Как проходили занятия? Какие специалисты были вовлечены в эту работу? На эти вопросы нашему корреспонденту Белли Джазаевой ответит организатор проекта и основатель Центра детского развития Зухра Токова. Добрый день, Зухра. Я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня к нам в гости. Вы основатель Центра детского развития. И повод для нашей встречи – это то, что вы провели и придумали такой социальный проект для детей, у которых ограниченные возможности. Мне бы хотелось узнать о сути этого проекта. Суть проекта в основном была в том, чтобы нашим деткам показать, что есть другие детки особенные, чтобы они научились их понимать, принимать. И еще, конечно, безусловно, помощь родителям, которые воспитывают детишек с ограниченными возможностями и с особенностями в развитии. Потому что в нашем городе не такое большое количество специалистов и центров, где вообще с ними занимаются. Мы объявили о старте нашего социального проекта в начале апреля. С начала апреля по май к нам записалось огромное количество детишек, больше 70 человек. Мы сначала испугались, мы вообще побоялись, что мы не поместим такое количество детишек. Потом оказалось, что многие детки нуждались в массаже, в специалистах, которых мы не можем предоставить. То есть мы могли социальную часть, какие-то обучающие программы, развивающие программы, а массажистов у нас не было. И в итоге мы пригласили к себе более 30 детишек. Более 30 детей прошли у нас 2 месяца в подготовку к школе. О начале проекта мы объявили даже в марте. Мы объявили в марте, и до начала социального проекта к нам записалось более 70 детишек. Конечно, мы сначала испугались, что мы даже поместить их не сможем. Но в итоге оказалось, что многим родителям нужна более специализированная помощь. Массажи они просили. То есть у нас не было... Мы не медицинские работники. Мы могли только развивающую часть предоставить. В связи с этим все равно более 30 детишек у нас осталось. С ними занимался психолог взрослый, с родителями работал, детский психолог, клинический психолог, логопед. Некоторых специалистов мы привлекали. Некоторые специалисты были у нас уже свои. На сегодняшний день мы уже вырастили себе логопеда-дефектолога, нейропсихолога. То есть мы уже готовимся к следующему социальному проекту. Надеюсь, он будет еще более успешным, чем этот. Тех детишек, кого мы могли посадить в обычные группы для того, чтобы сделать погружение в среду, для того, чтобы ребенок развивался в обычной среде, мы их подсаживали в группы. То есть если он не срывает урок, если он обучаем, если он сидит и слушает, то они посещали обычные группы. Если с этим ребенком невозможно было в группе заниматься, конечно, мы с ними занимались индивидуально. Проводились занятия живописью отдельно. Мы собирали группы, мы сажали их именно на первом этаже, потому что на второй этаж многих детишек поднимать было невозможно. И отдельно с ними мы еще занимались творчеством, что вызвало огромный восторг у детишек. Прям с таким удовольствием они ходили на творчество. И что мы заметили, им не столько важны были наши обучающие курсы, сколько вообще куда-то ходить. То есть все, что видят эти детки, например, с особенностями в развитии, с ограниченными возможностями, это дом, реабилитационный центр, все, у них больше нет общения. А тут они погружались в среду какую-то учебную, они взаимодействовали друг с другом, они взаимодействовали с другими детишками, с нашими преподавателями. И это было вообще очень здорово. Вот столько эмоций у них было. И не столько заниматься они хотели, сколько общаться, если честно. Зухра, какова основная цель вот этого проекта? Целей проекта, по сути, было две. Первая цель – это показать своим детишкам, что есть детишки с особенностями в развитии, с ограниченными возможностями, потому что меня тревожит тот факт, что многие люди с ограниченными возможностями просто сидят дома, то есть общество их практически не видит. Я хотела своих детей подготовить к тому, что есть особенные детки. И я очень рада, что большинство родителей, которые посещали наш центр, то есть они-то оплачивают за своих детей, они с удовольствием, они прям с радостью приняли тот факт, что мы туда сажали детишек с особенностями в развитии. Никто не возмущался, никто не приходил, нам ничего не высказал. Все прям с удовольствием и все с таким энтузиазмом это приняли. Я, честно, очень рада, что так получилось, что они нам оказали такую моральную поддержку. Прям здорово получилось. Вторая цель была в том, чтобы помочь этим родителям. На самом деле это очень дорогостоящие услуги. Если взять, например, один прием логопеда-дефектолога платный, хороший логопед стоит от 1000 до 1500 рублей. То есть вы представьте, если это ребенок с ограниченными возможностями, он должен минимум три раза в неделю, чтобы был какой-то результат, посещать логопеда-дефектолога. И, скорее всего, это от трех месяцев до года, например, чтобы результат получить. Это достаточно накладно. Нейропсихологи тоже стоят не дешевле. То есть в целом в совокупности это большие деньги нужно затратить на то, чтобы реабилитировать такого ребенка. Я уже молчу о самом психологическом состоянии родителей таких детей. То есть вот представьте себе, у вас малыш, да, вот, ну, вы знаете, да, сегодня с ним тяжело, но завтра он подрастет, и мне станет легче. А тут у тебя малыш, которому навсегда может быть три годика. И ты знаешь, что и завтра легче не станет, и послезавтра легче не станет. И они вот этот груз несут в себе. Психологическое состояние родителей было гораздо тяжелее, чем я могла себе это представить. Потому что есть родители, которые не принимают проблемы. Это отдельная история. То есть не принимая проблемы, они не начинают вовлекаться в это. Они закрывают глаза, говорят, у нас все окей. Да, какая-то проблема есть, но в целом у нас все нормально. Другие родители, наоборот, погружаются в это. Они впадают в депрессии, им нужно как-то с этим бороться. И были, конечно, единицы родителей, у которых была очень высокая степень принятия. Он говорит, да, ну это же мой ребенок, я же его люблю, я его буду любить, любого. И у нас даже была такая идея, чтобы вот эти родители с высокой степенью принятия, которые любят своего ребенка вот таким, какой он есть, которые все это приняли, у которых все это получилось, у которых получилось поднять этого ребенка, чтобы они проводили какие-то или мастер-классы, или круглые столы тем родителям, которым тяжело. Очень хорошую психологическую поддержку родителям оказывал наш психолог взрослый. Она принимает в нашем центре. Очень много родителей обращались к ней, и мы со своей стороны постарались помочь вообще всем. И родителям, и детям, и бабушкам. Ну и последний вопрос. Куда можно приводить деток? Где вы находитесь? Один центр у нас находится на фабричной 134, второй находится на Лениной 50. Социальный проект мы сначала планировали в одном центре, но в конечном итоге из-за загруженности центров нам пришлось делить. В итоге какие-то занятия проходили на Лениной 50, какие-то занятия проходили на фабричной 134. Ну что же, Зухра, я благодарю вас за интервью. Желаю вам успехов в вашей нужной и важной работе. Спасибо вам. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных и до встречи.